Друзья, всем привет! Меня зовут Игорь Порох. На связи с вами команда iTuber. Мы сегодня с вами поговорим о фигуре, которая называется W. Это закономерность или совпадение? Но перед этим хотелось бы сначала посмотреть на арену криптовалюты. Сегвит прошел, всем раздали токены, точнее говоря, монеты BCH. Вроде бы все счастливы, довольны. Даже сегодня была новость, что Coinbase тоже своим вкладчикам даст монеты BCH. В принципе, все хорошо. Цена растет. Как и ожидалось, после открытия возможности торгов в Bitcoin Cash их сольют. И сегодня цена, мы видим, 262 доллара. До этого на Bittrex цена доходила до 1100 долларов, до космических 1100 долларов. Очень интересно было наблюдать за этим всем ростом. И потом за этим падением, когда открыли торги, конечно, это очень интересно на самом деле. Так, посмотрим мы на Bitcoin, как он выглядит, как он себя чувствует. Чувствует он себя просто великолепно. Он здесь держит хороший такой апп-тренд. Идет вверх, подходит прям к такому месту, где у него подпирает и уровень сопротивления, еще и линия тренда его подпирает. Соответственно, в этом моменте, в ближайшие 2-3 дня мы увидим какое-то разрешение данной ситуации, потому что, в принципе, уже его поджимают очень-таки сильно. Или он пойдет вверх, или пробьет канал тренда и будет тестить возможные уровни поддержки. За этим будем наблюдать в ближайшие дни. Пока он выше всех скользящих средних, выше 8, пробил верхушку предыдущего дня. Растет очень хорошо. В принципе, никаких пока сигналов на продажу нет. Будем наблюдать за Bitcoin дальше. Монета называется Waves. Монета Waves тоже писали нам подписчики об этой монете. Спрашивали, что можно ожидать, чего можно ожидать от этой монеты, как поступать. Сейчас мы видим, от уровня поддержки 2 раза отскочила монета. Это называется W или двойное дно. Такая фигура, в принципе, разрешается тем, что цена после такого падения, отскочив 2 раза от уровня поддержки, должна достать до того момента, как бы фрактал, до зеркальной точки, откуда она начала падать. То есть, в принципе, сейчас был ожидаемый такой откат. Монета сейчас откатила. Если кто еще не успел зайти в Waves и прям очень сильно хочет зайти, то могу сказать приблизительную цену, по которой можно было бы зайти. Это мы посмотрим с помощью Fibonacci 40%. Где-то неплохая цена точка входа, где-то 121.100 сатоши. Можно открыть позицию в лонг на покупку Waves. Докупить можно будет еще часть на пробое основания буковки W по 140 тысяч сатоши. Цель у нас будет первая под уровню 172.833 сатоши. Ну и дальше уже хаи, которые мы уже видели, там 218 тысяч. Это будет уже вторая цель данной монеты. Идем дальше. Дальше у нас монета BTC NXT. Тоже очень круто проторговалась. И самое интересное, что тоже здесь нарисовалась буковка W. Это тоже смешно и интересно. Да, я так вам скажу честно, впереди будет еще несколько монет, которых мы увидим формацию буковки W. И я такой думаю, это совпадение или это такая закономерность, что многие монеты после такого падения откатили, два раза протестили свое дно. Начинают дальше свой рост. Но как мы видим, здесь в принципе W уже отыгралась. То есть точка, откуда начало падение, отыгралась и вернулась. В принципе уже на этом уровне она как раз таки находится. Сказать, что NXT сейчас можно заходить в позицию. Да, можно сказать, можно заходить в позицию. Объясняю почему. Почему? Потому что завтра выходит ICO, называется Jelurida. Очень много вокруг себя собрало ажиотажа. Это монета и это ICO, поскольку ICO очень интересная. Кто хочет, можете посмотреть на нашем канале ICO-разбор с Андреем Погорелым по поводу Jelurida. И там также сказано, что именно на базе монеты NXT будет создаваться данное ICO. Сказать, что поздно входить, я не могу сказать, что входить поздно, но сейчас я не вижу смысла уже входить, потому что, скажем так, точку на графике, которую мы ожидали, она уже дотронулась до нее. Что будет дальше, будем ожидать. То есть по NXT пока не могу вам сказать, что делать. Тот, кто зашел, успел, хорошо. Было бы неплохо сейчас, если продолжить движение до этого уровня, здесь продать тем, кто покупал на низах. Дальше еще спрашивали наши дорогие подписчики по поводу BitShares. Что с BitShares? С BitShares все хорошо. BitShares уже вроде бы нащупал свою поддержку в районе 3898 сатоши. Как мы видим, тоже наблюдается. Если так неплохо нарисовать с воображением, нарисовать букву W, это правда, поскольку мы видим двойное дно. После этого примерно монета может дорасти в ближайшее время до этого уровня. То есть, что бы я, допустим, сейчас сделал, можно здесь заходить в эту позицию. Стопы у нас будут по цене 4000. Да, 4000 это будет наш стоп. Если вдруг цена будет опускаться за этот уровень, то мы просто закроем эту позицию. Входить можно, в принципе, в этой точке, в этом диапазоне по цене 5100-5150. В этом диапазоне можно входить. Хорошим объемом. Здесь она подходит к 21 скользящих средней, потом будет 50. Точка покрытия можно поставить где-то в районе 8800, чтобы не жлобиться, как говорится, 8800. В этой точке можно будет поставить take profit первую часть, ну и дальше уже вторую часть до high-off. Там уже можно будет дальше ожидать и понаблюдать. И еще одна монета, которую тоже спрашивали наши друзья, это монета STR, Stellar. Тоже интересная монета. Я здесь уже на самом деле, ну как бы тоже торгую. Торгую на Polonyx. И, кстати, когда привязываешь Polonyx к Koinigi, все твои входы-выходы, ну как бы показываются от того, что ты сделал, и они здесь отображаются на графике. Я здесь покупал уже STR, хотел поторговать его. Он ломал тренд, мне показалось, что будет расти вверх. Потом он начал резко падать. Я здесь частично позицию покрыл, но не все. И здесь уже тоже докупился, поскольку здесь также двойное дно, я так наблюдаю за этим. Вот здесь вот одно дно было, второе дно. И, в принципе, я уже вижу, мы сейчас пробиваем 21 скользящую среднюю. Если цена пробьет 758 сатоши, можно в эту позицию входить. Кто еще не вошел, допустим, по этой цене. Стопы у нас будут стоять по цене 522 сатоши. Когда цена пробьет 859 сатоши, можно войти еще половину добавить. То есть если вы привычно входите, допустим, там 1000 долларов в одну монету вкладываете. Я надеюсь, это ваши… Ну, я не знаю, почему я сказал 1000 долларов. Обычно в монету вкладывать при агрессивной торговле 15% от своего депозита на одну монету, при умеренно агрессивной торговле 5% и при консервативной торговле 2% от суммы вашего депозита. Возьмем, к примеру, что у вас капитал 10 000 долларов. Это та сумма, которую вы не бойтесь потерять. Мы торгуем умеренно агрессивно. Это 5%. Значит, 10 000 долларов, 5% – это получается в районе где-то 500 долларов. Мы на одну монету можем потратить не больше 500 долларов. Открываем на 250 долларов монету здесь по уровню 750 сатоши. И еще на 250 долларов мы открываем по цене 854. Таким образом, мы заходим в позицию на 5% от суммы 10 000 долларов, покупаем на 500 долларов монету и спокойно ждем нашего роста. Закрывать позиции есть где у нас. Первый take profit можно взять по уровню 1400 монет. Это будет 50% от входа. И еще оставшуюся часть можно будет покрывать по цене, допустим, 2470 долларов. Но опять-таки не забывайте, пожалуйста, о том, что есть такая вещь, как стопы. Если вдруг рынок идет против нас, то нужно будет обязательно фиксировать свои убытки небольшие, но убытки контролируемые. В принципе, эти все моменты будем рассматривать на нашем обучении. Обучение уже завтра. Те, кто зарегистрировался, подписался, вас поздравляю. Завтра мы с вами встретимся в 7 вечера и приступим к разбору монет. Будем искать монеты для того, чтобы ими торговать, искать точки входа, выхода, практически занятия. Все это будет у нас уже завтра. Всем большое спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, какие монеты рассмотреть. Пишите все это в комментариях. Мы обязательно будем рассматривать. Всем спасибо, всем пока.